Всем привет! Это обзор Лего и его аналогов от Калины Красной и сегодня у нас новостной выпуск. Лего опубликовало официальное изображение новинок серии Звездные войны, которые у нас выйдут уже в начале 2022 года. Ну начнем мы с самого сочного набора, это BrickHeads под артиклом 40.539 Асока Тана. Мне очень понравилось то, как сделали Асоку. Хорошие пропринтованные детали четко передают нам внешний вид Асоки. Очень реалистично леговцы смогли передать Леку и Матралы нашей Тагрудки. Напомню, что Асоку у нас по седьмому сезону сериала Война Клонов. Подобную минифигурку мы могли видеть уже в двух предыдущих наборах Лего. Хочется также сказать, что китайцы уже давно успели сделать подобную Асоку, но Лего тут постарались куда лучше китайцев. BrickHeads будет стоить где-то около 1000 рублей и поступим у нас в начале 2022 года. Следующая новинка это Блистер Паки. Первый Блистер Пак у нас под артиклом 40.557. Посвящен он у нас снежной тематике планеты Ход. Можно сказать, что это ответный удар Баттл Паку снежных штурмовиков. У нас три новых толерантных минифигурок. Да, сейчас это можно сказать модно у Лего. Почему-то у одной минифигурки Лего решили не делать принтеры на ногах, но фигурки все равно выглядят свежо и очень интересно. Из постройок у нас две новые бластерные пушки и специальная Турей. Следующий Блистер Пак под артиклом 40.558. Атака клонов. Эх, все-таки все ждали Рекса и Коуди, но видимо пока не судьба. У нас новые минифигурки клонов первой фазы. У обычных пехотинцев изменился принторса, ног и лица соответственно. А вот клон Командор у нас из коллекционного ганшипа. Да, вот так у нас леговцы любят обесценивать минифигурки. Из постройок у нас передовой пост, попытки которого уже были у нас в Лего, и новые бластерные винтовки. Видимо в Лего считают, что добавить небольшой цилиндр на пушку, это как бы сильно изменит ее внешний вид. Оба наборчика будут продаваться где-то в районе полторы тысячи рублей. Напомню, что это первые блистер паки по Звездным Войнам. И последняя новинка, это набор под артиклом 75.321, микрофайтер, лезвие бритвы. 98 деталей и примерно стоимость набора будет около 1000 рублей. Честно говоря, набор не очень. Сама реализация лезвия, нелепые новые шутеры, да и фигурка уже много где была. Разве что джетпак и сюда положили. В общем, я считаю, что это проходной набор. По итогу скажу вам, что новинки очень радуют. Блистер паки пополнят армии коллекционеров, а Брихадз Асоки будет радовать своим внешним видом. Я однозначно вам советую взять эти наборы, как только они выйдут. Ребят, у меня на этом все. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, напишите комментарий. И вступайте в группу ВКонтакте, где мы укладываем все новинки Лего и его аналогов. Всем пока!